Доктору психологических наук, профессору, проректору по научно-исследовательской работе нашего института, психологическое определение медитацией. Спасибо большое, Анастасия Борисовна. Перед тем, как начать свой доклад, я хотел бы настроить слушателей на, скажем так, уровень восприятия материала. Дело в том, что когда мы говорим о психологии, мы постоянно с двух сторон имеем еще две дисциплины. С одной стороны мы имеем философию, с другой стороны физиологию. И как бы в традициях нашей психологической отечественной школы психология все время смещается в область философии. Вот я сейчас буду смещать в область физиологии, поэтому настраиваемся вот на вот это взаимодействие. Значит, ну прежде всего тема доклада звучит следующим образом. Полное психологическое определение медитации и некоторые проблемы сущности механизмов этой самой медитации и психодиагностики этой самой медитации. Значит, история, связанная с медитацией у нас в стране, вообще с этим понятием, с этим термином, да, начинается, пожалуй, с конца 50-х годов в нашей стране. В 1959 году, это вот только-только-только отошла сталинская эпоха, да, вот началась так называемая оттепель. И в 1959 году у нас в СССР была выпущена вообще первая книга, такая тоненькая брошюрочка, названная «Йога», выпущенная в Минске издательство «Полымя». И вот уже в то время многие люди, в том числе и кто прошел Великую Отечественную войну, вот начали заниматься йогой. И вот можно считать этот год началом вот вообще ознакомления с какими-то восточными психотехнологиями, да. И в числе, значит, различных двигательных действий, да, ритуалов, терминов, вот в то время начинает приходить к нам в страну термин медитация, от английского meditation, да. И до сих пор этот термин используется, в общем-то, достаточно широко, достаточно популярно, но давайте вот с этим термином все-таки разберемся. С одной стороны, этимология этого термина. Значит, первое. В английский язык, впрочем, вначале во французский, это понятие пришло благодаря японской буддийской секте, да, или школе, которая была связана с дзен-буддизмом. И сам иероглиф дзен, он произошел из китайского языка, и на китайском языке этот иероглиф читается как чань. Вот, а еще точнее, это сокращенное китайское название, там было два иероглифа, которые читались чань-на. А вот эта самая китайская чань-на появилась из Индии, куда это слово пришло под произношением дхья-на. И вот из Индии, из санскрита дхья-на, чань-на, и в Японии стала дзеном, и вот как-то вот японский дзен почему-то глянулся европейцам, и, собственно, с этого все и началось, и закрутилось. Так как у нас в стране немножко идет все время с запозданием вот эти модные восточные течения, то, естественно, уже в нашу страну это слово пришло уже очень трансформированное и в названии, и в понятиях. Вот, но тем не менее, до сих пор психологами очень часто используется вот этот термин, да, и вот, собственно, первый вопрос, который стоял перед мною и моими коллегами, кто готовил этот доклад, эту статью, она будет опубликована, вот я надеюсь, в нашем сборнике. Насколько вообще это понятие необходимо в современной психологической науке? То есть нужно ли это слово вообще? Вот, насколько оно необходимо вообще для вот этих вот, пусть даже восточных, да, вот каких-то психотелесных практик? То есть нужно ли это вообще термин? Вот, необходимо ли включение вот этих медитативных практик в какой-то учебно-тренировочный процесс, там, в йоге, в китайских каких-то там рекреационно-реабилитационных системах физической культуры, в единоборствах, да, может быть, даже уже в невосточных видах спорта? Ведь мы знаем прекрасный пример, когда дзюдо стало олимпийским видом спорта, да, трансформировавшись из японского, скажем так, вида единоборств, и сейчас там официально никаких, в общем-то, медитаций вообще нет, там даже термин не используется. Борят все товарищи в кимоно и борются, и никто им не мешает, вот, более того, как олимпийский вид спорта введен. И вот, собственно, с одной стороны вот этот вопрос, с другой стороны, нужна ли это вообще медитация в работе психолога, в работе психотерапевта? То есть, насколько востребован этот термин? И те психологи, которые используют это понятие, вот они проявляют профессионализм или дилетантизм, вот, с точки зрения современной науки. Давайте обратимся вначале к тем определениям медитации, которые мы можем встретить в литературе уже вот в публикациях, да, начиная вот как раз чуть ли не с 60-х годов, начинают публиковаться какие-то статьи с этим термином, пытаются дать им определение. И вот я считаю сейчас несколько определений, да. Медитация – это, послушайте внимательно, ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практики, или же особое психическое состояние, опять, особое, хорошо, возникающее в результате этих упражнений. Второе определение – медитация – это особая разновидность углубленного размышления. Ну, опять, нам термин «особое» ничего не говорит, да. Следующее – медитация – это состояние внутреннего сосредоточения или как действие для его достижения. Медитация – это измененное состояние сознания, обусловленное тем-то, тем-то, тем-то. То есть, ни в одном из этих четырех определений, да, хотя вот я тут несколько месяцев назад даже проводил такой конкурс среди знатоков, да, вот, типа, ребята, давайте определим медитацию, да. То есть, ни одно из этих определений не дает понятия о сущности медитации, да. Вот, мы что угодно можем непонятно сказать, что это особое вообще непонятно что. Вот. Хорошо. В этих во всех определениях мы встречаем также такие понятия, как концентрация внимания и размышления, да, вот два пока блока, за которые мы можем уцепиться. Значит, с другой стороны, опять ничего не сообщается о сущности этой психотехники, потому что медитация – это, по сути, психотехника, да. Вот. И с точки зрения современной науки до сих пор термин «медитация» остается, ну, по сути, непонятным, неопределённым. Значит, при этом сами исследования медитации ведутся очень активно, причём в последние годы, я там немножко позже об этом скажу, количество статей об исследованиях состояния человека при медитации возрастает в геометрической прогрессии. И вот исследователи Лутц, Слагер, Данн и Дэвидсон в 2008 году предложили теоретическую основу, в которой медитативные практики подразделяются на две основные группы. Техники концентрации или сосредоточения внимания, да, вот, или практика медитации осознанности, вот, так называемая медитация открытого наблюдения или медитация прозрения. Ну, красивые слова и термины красивые, да, и те, кто, как говорится, в теме, они даже понимают эти термины. Вот, значит, ну вот осознанность, как определяется осознанность? Она может быть описана как устойчивое понимание, направленное на нереактивное и непривязанное ментальное наблюдение без когнитивной или эмоциональной интерпретации, разворачивающейся от момента к моменту опыта. Ну, честно говоря, определение достаточно сложное, да, но здесь уже что-то вот мы наблюдаем, какой-то вот процесс, и нам как-то вот уже становится примерно понятно хотя бы, что такое осознанность. Вот, следующий момент, который вообще все разрушает в этом деле, да, а как измерять эту медитацию? То есть сидят два человека, вот, а вот этот медитирует больше или меньше? Этот лучше медитирует или этот хуже медитирует? То есть как ее вообще померить? Ведь наука начинается там, где начинаются измерения. А мы сейчас говорим именно о медитации с научной точки зрения, да, вот. И вот давайте зададимся вопросом, а вообще вот с научной точки зрения нужны ли вот эти термины углубленные медитации и так далее, и так далее, и так далее? Ведь смотрите, вот, допустим, мы можем произвести фразу, да, вот этот изобретатель углубленно размышляет над новым прототипом какого-то устройства. Он просто углубленно размышляет, это его работа, вот, разве он медитирует? Вот, дальше. Пилот концентрирует внимание во время посадки самолет. Да, естественно, но это ж не медитация, да, он просто концентрирует внимание. Дальше. Творческая работа актера при воплощении в образ своего героя. Ну, это, в общем-то, классический прием, уже классический, описанный Станиславским, да. Вот, и здесь есть медитация или нет? Он медитирует или он воплощается в образ, да, то есть, дальше. Называется ли медитация, например, идиомоторные упражнения спортсмена перед выступлением на соревнованиях? Он медитирует или он выполняет идиомоторные упражнения, он в голове прокручивает как бы программу своих поступлений? Вот, например, и в конце концов, значит, допустим, называется ли медитация релаксация мышц? Даже если мы сопровождаем ее какими-то аутотренинговыми упражнениями, допустим, какими-то словесными формулами. Это будет медитация или нет? Или просто мы лежим и сами себя уговариваем? Там левая рука расслаблена, правая нога напряжена. Вот, является ли это медитацией? И вот, собственно, возникает вопрос, можем ли мы вообще обходиться без термина медитации? Действительно можем. Но, еще раз говорю, начиная с 70-х годов, начинают появляться публикации. Вот, если в 70-х годах это были единицы, то к 2010 году их насчитывалось уже около 300 научных публикаций. К 2017 году 7 тысяч публикаций в научных журналах. Сейчас идет просто вал этих публикаций с использованием этого терминов. Причем мы должны с вами еще помнить, что классификатор психологических наук, официально признанный в нашей стране, так называемые ВАГ-19-00-00, психологические науки, там вообще этого термина нет. То есть, современная психологическая российская наука этим термином не оперирует вообще. Но Россия России, количество публикаций, все растет, и, собственно, возникает уже исторически назревшая такая необходимость все-таки как-то определить этот термин с научной точки зрения. И вот существуют, естественно, определенные требования к определениям, как они даются. Я сейчас не буду их перечислять. Вот, определенные принципы эффективного определения понятий и терминов. И, собственно, вот опираясь на вот эти принципы, на эти правила, да, вот мною с коллегами была попытка, значит, вот все-таки как-то продефинировать эту самую медитацию. Значит, но прежде чем я, скажем так, вам выскажу это определение, да, давайте мы вначале как раз разберемся с несколькими позициями, которые определены в научной психологии. Первая такая позиция является понятие чувствительность. Вот чувствительность в психологии определена, да. Вот в физиологии это воспринимаемая психикой часть рецепции, значит, всей афферентной импульсации, поступающей в различные отделы центральной нервной системы. И способность организма воспринимать раздражение, исходящее из окружающей среды или из собственных тканей и органов. Чувствительность организма предшествует его реактивности, дифференцированному ответу. Это так дает определение чувствительности физиологи. Психологи. Психологи дают определение чувствительности следующим образом. Это способность чувствовать, воспринимать или переживать субъективно. Ну, в принципе, тоже годится, да. Вот. Итак, первый термин – чувствительность. Второй термин – фантазия. Значит, есть такое психологическое понятие, как фантазия. В психологии фантазии называют широкий спектр умственных переживаний, опосредованный способностью воображения в человеческом мозгу, отмеченный выражением определенных желаний с помощью ярких мысленных образов и обычно связанным с отсутствием логики или вещей, которые невозможны или невероятны. Более того, некоторые психотерапевты считают, что фантазия может проявляться в форме незрелой защиты, а порой обеспечивает небольшие регрессии и компенсирующие исполнение желаний, которые в действительности восстанавливают силу. То есть в психологии, в психотерапии понятие фантазия есть, оно определено, проработано достаточно подробно. Переходим к третьему, скажем так, термину, важному в нашем понимании. Это так называемые механизмы синестезии. Что такое синестезия? Синестезия – это перцептивный феномен, при котором стимуляция одного сенсорного или когнитивного пути приводит к непроизвольным переживаниям в другом сенсорном или когнитивном пути. Синтетические ассоциации могут возникать в любой комбинации, в любом количестве чувств и когнитивных путей. Вот у нас три вот этих понятия, мы их берем за базовые. Это значит чувствительность, фантазия и синестезия. Значит, когнитивные психологи достаточно, скажем так, глубоко проработали вот эти все три понятия. Наша общая психология российская с ними тоже достаточно, скажем так, научно их определила. И исследований на эти темы проведено достаточно много. Итак, значит, на основе вот этих трех понятий, уже определенных в отечественной психологии и в современной психологии, давайте попытаемся дать определение медитации. Оно может показаться, на первый взгляд, на слух, может быть, не очень обычным, но еще раз говорю, когда статейка выйдет, почитайте, помедитируйте, и, может быть, оно вам тоже понравится. Хотя, естественно, до сих пор здесь есть много спорных моментов, и я готов о них поговорить. Итак, медитация – это концентрация внимания на качестве чувствительности к собственным произвольным фантазиям в любой модальности по механизму синестезии. Вот научное определение медитации. Что это такое, в котором даны, скажем так, основные характеристики этого понятия, и, собственно, эти характеристики не встречаются ни в одном другом определении. Значит, естественно, когда мы говорим о медитации, мы говорим о механизмах той же самой синестезии, которая может проявляться в эффекторной деятельности мышц и желез. Если мы помним, что у нас эффекторов с вами два типа – это мышцы и железы. И вот если у нас медитация проявляется на уровне мышц, то здесь мы можем говорить про какой-то спонтанный танец, про какие-то движения спонтанные в восточных гимнастиках, единоборствах, еще где-то. А если мы говорим об эффекторах железа, то здесь мы как раз и можем говорить о тех самых измененных состояниях сознания. В зависимости от того, какая гормональная деятельность у нас в данный момент начинает преобладать, мы получаем то самое изменившееся и на какое-то время измененное состояние сознания. Другими словами, в данном случае может идти речь либо о динамической, либо о статической медитации, как принято делить эту медитацию. То есть мышцы и железы – эффекторы, и они, собственно, и выдают в результате ту или другую форму результата медитации. Более того, вот такое определение дает объяснение такому понятию, как интуитивное прозрение. В современной психологии есть термин антиципация, предвосхищение, получение информации о какой-то модели будущего, которая, в общем-то, достаточно тесно связана с синестезией. И вот, собственно, само определение медитации, допустим, примем то, которое я сказал. Теперь возникает второй вопрос, о котором я сказал в самом начале – а как это мерять, как это измерять? И, собственно, здесь, в общем-то, достаточно после такого определения мы начинаем говорить о том, как измерять. Мы можем измерять как раз то самое внимание, какие-то состояния, причем измерять именно с психологической точки зрения методами психодиагностики. Буквально одну минутку попрошу, я даже разрешаю вопросы мне не задавать. Значит, естественно, мы можем говорить о том, что медитация вызывает либо какие-то временные состояния, которые могут изменяться за короткое время, либо формировать черты характера, то есть довольно устойчивые конструкты. И вот мы можем применять различные тесты, которые позволяют это измерять. И вот в результате я покажу просто в конце табличку, где приведены результаты измерения. Так, видна табличка, да? Вот, значит, здесь как раз по тесту Кеттелла, который измеряет как раз те самые личностные качества. Вот, да, вот оказалось, что группа экспериментальная, это и есть те, кто вот у нас медитировал, да? Вот у нас оказалось, что они по нормативности поведения, оказывается, гораздо ниже, чем нормальные, скажем так, люди, не медитирующие. Вот, а здесь показаны как раз вот результаты измерения той самой антиципации, вот того самого интуитивного прозрения, то есть насколько вот эти действия могут развивать вот эту способность. Вот в двух словах об определении медитации. Извините, что чуть-чуть задержал. Спасибо большое, очень интересных вопросов, конечно, должно быть очень много, но я боюсь, что да, мы уже немножко… Да, я даже попросил почему-то свой доклад поставить не первым, а где-нибудь в конце, чтобы все уже устали и поменьше мне задали вопрос. Ну, если вопросы есть, готов ответить. Ну, давайте вопросы, если есть, то либо в чате, либо, опять же, вынесем их на круглый стол. И у нас остался один доклад, и на самом деле очень-очень мало времени. Этот доклад мой, я постараюсь вас не очень сильно загружать.